Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Это продолжение рассказа об атаке на Одессу, бомбардировщиков Тул-22М3, ракета Меха-22 и дронов Микамикадзе типа Шахет-131-136. Начало рассказа об этом в предыдущем ролике, ссылка на который будет в конце этого в правом нижнем углу. Я позволю себе напомнить, что предыдущий рассказ закончился на том месте, что бомбардировщики Тул-22М3 находятся над акваторией Черного моря в зоне боевых пусках ракет. Около 10 часов вечера 27 марта в Одессе раздается сигнал воздушной тревоги. Сразу же поступает инфа, что недалеко от Севастополя в зоне пуска ракет находятся 4 бомбардировщика Тул-22М3. Плюс к этому там есть самолеты прикрытия, которые тоже могут пустить ракеты Х-59. Всех срочно просят пройти в укрытие, пока есть время. 22.15. Есть фиксация пуска ракет Х-22. Направление Одесса-Одесская область. Буквально через минуту информация по ракетам обновляется. Ракеты летят в сторону Одессы. Чуть позже ракеты летят в сторону юга Одесской области. Буквально через минуту инфа такая. Есть фиксация трех быстролетящих целей. Это ракеты Х-22. Насколько я помню, по Одессе еще ни разу не били ракетами Х-22. Сидишь и ждешь и страшного удара, и страшного взрыва. Потому что эти ракеты минимум в два раза мощнее тех, которые к нам уже прилетали. Томительно тянутся секунды, но ничего не происходит. Это такое очень стрёмное состояние. Поступает новая инфа, что бомбардировщики еще в зоне пуска ракет. И поступает опять информация, есть фиксация новых целей в сторону Одессы. Через пару минут приходит обновление информации по ракетам. Передают, что на подлете к Одессе были слышны взрывы. В Одессе я лично ничего не слышал. И что ракеты якобы упали на подлете к нашему городу, где-то в акватории Черного моря. Кто-то слышал взрывы где-то в районе Одесской области. Кто-то слышал взрывы где-то в районе Одесской области, в районе Вилково. Я лично ничего не слышал. В Одессе было тихо. Еще минут через 5-7 поступает информация, что Ту-23 уходят из зоны пуска ракет. Летят в сторону аэродромов боевого базирования. В 22.30 поступает инфа. В воздушном пространстве чисто, угрозы нет. И через буквально минуту поступает оповещение отбоя воздушной тревоги. Проходит минут 5. И инфа такая, что в зонах пусках ракет находятся самолеты Су-34-35. И есть фиксация пуска ракет в сторону Одессы. И у нас снова звучит воздушная тревога. Дальнейшая информация такая. Ракеты были сбиты на подлете к городу нашим ПВО. В 22.50 поступает оповещение от боя воздушной тревоги. По ракетам больше угрозы нет. И вроде бы можно расслабиться, лечь отдыхать, потому что уже поздно. Но поступает информация о начале 12-го, что есть фиксация пусков дронов Камикадзе в сторону Одесской области. И если вектор полета не изменится, то в воздушном пространстве Одесской области дроны будут примерно в 2 часа, 2 часа 30 минут ночи 28 марта. Увы, но вектор полета не меняется. И 28 марта в 2 часа 30 минут ночи поступает информация, что на подлете к городу фиксируются дроны Камикадзе. В 2 часа 35 минут у нас звучит воздушная тревога. Минут через 10 над Одессой уже слышна канонада работы ПВО. Идет отработка по шахедам. Инфа такая. Шахеды в сторону центра Одессы. Будьте в укрытии. Помните. Безопасное расстояние – две стены от окна. Канонада в этот раз звучит достаточно недолго. Ближе к 3 часам ночи поступает информация, что в воздушном пространстве чисто, идет доразведка. И в начало 4-го приходит оповещение от боль воздушной тревоги. По шахедам опасности больше нет. Если у вас сложилось мнение, что как бы ничего страшного, ничего серьезного не произошло, смею вас уверить, это не так. Потому что когда поступает информация, что на город летят ракеты Х-22, которые не сбивают наше ПВО, и боевая часть их весит 950 кг, у вас перед глазами проходит вся ваша жизнь. По шахедам то же самое. Было очень много прилетов шахедов по жилым домам с большим количеством жертв и разрушений. Вот так прошла беспокойная ночь с 27 на 28 марта у нас в Одессе. Моим дорогим соотечественникам и землякам, несмотря ни на что, мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч.